Продолжение следует... Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Ившара. Сегодня в программе памяти погибших защитников Родины в поселке Алгат села Лыхна. Торжественно открыт памятник погибшим жителям села. Средь бела дня об обстоятельствах убийства в Сухуми. Актуальный репортаж программы «Заводской конфликт» и о его причинах и следствиях говорили сегодня на площадке Арсмира. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам ликвидации последствий взрыва военного склада Министерства обороны в селе Приморское. Программный менеджер Hello Trust в Абхазии ИСМЕД ЗАДЭ проинформировал участников совещания о проделанной работе по очистке территории от взрывоопасных предметов. К настоящему моменту специалистами Hello Trust очищено более 1 миллиона квадратных метров. Как отметил ИСМЕД ЗАДЭ, жители села очень внимательно относятся к требованиям и рекомендациям организации по технике безопасности. Президент поручил премьер-министру направить дополнительные финансовые средства из бюджета Республики Абхазии на дальнейшую расчистку территории от неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Наала Авитсба. В селе Лыхна Гудаутского района в торжественной обстановке был открыт памятник погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии. Более ста выходцев из села Лыхна сложили свои головы за свободу Родины. Среди них 18 бойцов из поселка Алгат, которым посвящен этот памятник. Возведен монумент по инициативе жителя поселка Герой Абхазии Заура Саманба на добровольные пожертвования. Установка памятника на этом месте – это данное уважение памяти ребят частикам Отечественной войны народа Абхазии, погибшим за свободу и независимость нашей Родины. Мы искренне благодарны тем, кто причастен к идее установки на этом месте памятника за огромный вклад в сохранение памяти о погибших. Необходимо отметить и тот факт, что установка памятника имеет также огромное значение для пратриотического воспитания подрастающего поколения, поколения, кому принадлежит будущее нашего Отечества. Сегодня открыты мемориальные комплексы в городах и районах Республики Абхазии, воздвигнуты памятники защитникам, открыты двери музеев и уголков славы. Открытие еще одного памятника в Удаудском районе является знаковым событием. Мы никогда не забудем, что алтар победы сложили в свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии. Слава героям! Если мы сегодня, собравшись, чтим память тех, кто отдал свою жизнь, отдал, невзирая ни на какие заслуги, думая о том, чтобы мы сегодня с вами вот здесь были и жили в мире, в согласии, пусть то счастье и радость, которые принесли нам эти ребята, будет всегда нам примером, примером подражания, примером уважения. Мы пытались вложить душу, вложить те символы, которые доступны нашим Абхазам. Он должен быть узнаваем. Это я уже говорю, как человек, который с этим связан. Пусть этот памятник станет местом встреч людей, которые хотят познать, наверное, не только душу этих ребят, а зачем мы вообще на этой земле. Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства Гульгаз Мамедовой. Преступление имело место 11 марта примерно в 14 часов 30 минут по проспекту Аяйра в Сухуме. Как сообщает пресс-служба МВД Джанба Виктор Таймуразович, 1978 года рождения, на почве бытовой ссоры выстрелил из огнестрельного оружия в Мамедову Гульгаз Сахибовну, 1987 года рождения. Мамедова от полученных ранений скончалась на месте. Сарья Смарх разбиралась в обстоятельствах произошедшего. Аяйра 117, приблизительное время 14.30. Казалось бы, ничего не предвещало беды, как вдруг раздалась автоматная очередь. В центре города застрелена молодая девушка, которая на месте скончалась от полученных ранений. Трагическая весть мгновенно облетела весь город. Через час об этом уже знала вся страна. Вот только причина убийства на тот момент оставалась неизвестной. Позже выяснилось, что убийцей 31-летний Гульгаз Мамедова является Виктор Джанба, с которым женщину связывал общий ребенок. В 2014 году у Гульгаз Мамедова и Виктора Джанба родился сын. Через год женщина обратилась к адвокату Инги Габилая с просьбой защитить ее права на ребенка. Дело дошло до суда. Тогда судья Сухумского городского суда Арханчедия вынес решение в пользу гражданки Мамедовой, удовлетворив ее исковое заявление об определении места жительства малолетнего ребенка. Джанба исполнил Виктор данное решение суда. Ребенок был передан матери. Но потом он обжаловал данное решение судьи Чедия в Верховный суд. В Верховный суд, касационная коллегия по гражданским делам определила, что было судебное решение отменено. Но отменено оно было по основанию, что не был определен график общения отца с сыном. То есть дело было передано в тот же суд, в том же составе, тому же судье Арханчедия. Но так как у нас ребенок уже, у Гульгаз Мамедова ребеночек находился уже по ее месту жительства, и конфликт как бы он сгладился. И мы приняли решение не через судебные инстанции, а путем диалога. Спустя какое-то время вновь начались проблемы у Гульгаз Мамедовой с Виктором Джанба. По словам адвоката Иннига Белая, Виктор Джанба не раз грозился забрать ребенка и не показывать его матери. Но и тогда конфликт был на время исчерпан. Они договорились, что отец мог видеть ребенка по первому своему желанию. Он в любой момент мог забрать ребеночка. В основном они так приняли решение, что ребенок с пятницы по воскресенье на выходных днях, то есть когда он позвонит по любому первому желанию, она ребеночка отдавала ему по месту его жительства. То есть она давала общаться с бабушками, с дедушками, с родственниками. Гульгаз Мамедова была бесконфликтным человеком на самом деле. Она пыталась всегда найти диалог с ним, но тем не менее у них конфликты возникали. Я, насколько знаю, мне Гульга звонила неоднократно, жаловалась о том, что он приезжал домой, устраивал конфликты, скандалы. Она обращалась в Гудаутское РОВД. Я не знаю, официально она обращалась, с письмами официально. Знаю, что участковые неоднократно с Гудаутского РОВД приезжали по месту его жительства. Пытались урегулировать конфликт. Знаю, что конфликт, например, в ноябре месяце был. После совершения преступления Виктор Джан появился в милицию с повинной. В отношении него прокуратурой города Сухом заведено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Незаконное приобретение и хранение оружия». Взяты орудия преступления, автомат. Мамедова, согласно наружному осмотру, получила три проникающих огнестрельных ранения, одно из которых в сердце. Все ранения были нанесены на расстояние от одного до двух метров. Уголовное дело возбуждено по части 1 ст. 99 и части 1 ст. 217 Кодекса Республики Абхазия. Джанба задержан. В настоящее время ведется его допрос. В течение суток будет решен вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. Убийство женщины, которая боролась за право быть со своим ребенком, взбудоражило все наше общество. Преступления активно обсуждают и в социальных сетях. И осуждают преступника, какие бы мотивы у него не были. Понятно, что все будут внимательно следить за ходом расследования. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. Сегодня в Ассоциации работников СМИ Абхазии прошла пресс-конференция собственника завода по производству пластиковых труб СПС «Кавказ» Михаила Панова, бывшего главного инженера предприятия Романа Герия и директора дилерской компании «Никита-2015» Саида Лакоба. Участники конференции рассказали о том, как началось их совместное сотрудничество и чем оно закончилось. Об истоках, причинах и следствиях конфликта в репортаже Рената Шакая. Пресс-конференция началась с предыстории создания предприятия. Михаил Панов рассказал о том, как в 2010 году ему предложили построить завод по производству труб из полиэтилена на территории Абхазии. Спустя некоторое время, а именно в 2016 году, на СПС «Кавказ» в селе Лыхны производство было запущено. Спустя какое-то время между Михаилом Пановым и Саидом Лакоба возник спор в рамках гражданско-правовых отношений, предметом которого явились неисполнение обязательств последнего перед государственными заказчиками в силу отсутствия деятельности СПС «Кавказ». За разрешением ситуации Михаил Панов обращался в правоохранительные органы Абхазии и России. В Генеральную прокуратуру Абхазии он написал заявление о воспрепятствии хозяйственной деятельности и угрозах физической расправы со стороны граждан Абхазии. Саидо Лакоба – руководитель от дилерской фирмы, пригласивший в Абхазию Михаила Панова и Романа Герия до недавнего времени являвшегося исполнительным директором завода. Но тогда, по итогам прокурорской проверки, Михаилу Панову было отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствие в действиях граждан Саидо Лакоба и Романа Герия состава преступления. Ну какая может быть проверка, если вы высушились только одной из сторон? А с российской стороны вы ни с кем не обсудили. Ну какая может быть проверка? Пришли, посмотрели. То есть прокуратура с вами не встречалась? Нет. Я был у вашего следователя и пытался донести. Он мне вынес постановление. Я написал в прокуратуру генеральную. Пожалуйста, еще раз. Я протестовываю это решение следователя. Я получил официальную бумагу, что теперь они аннулировали прежние материалы следствия и по этому поводу будет назначено новое доследование. Генеральный директор фирмы Никита 2015 Саидо Лакоба отметил, что весь бизнес изначально строился на доверительных отношениях. Вся документация и все, что сопутствовало строительству предприятия, было сделано абхазской стороной, а именно Саидом Лакоба и Романом Герия. Со слов Романа Герия, после того, как все документы были переоформлены, на Михаила Панова условия сотрудничества стали меняться. Дело дошло до расторжения договора с дилерской компанией. После того, как я заявление сдал, Михаил Михайлович мне говорит, ну спират в такой мягкой форме, давай без дилера работать. Для меня, честно говоря, был... То же производство было запущено? Да, производство было запущено, документы на него все оформлено. Я говорю, Михаил Михайлович, вы что говорите? Ну, это тупиковый путь, говорю. Производство не будет нормально, это будет конфликтная ситуация. Он, значит, увольняет бывшего директора. Я не знаю, по какой причине делает это самое в менюсте, вместе с ним идем, переоформляем все документы в течение дня на него. Все вот это делаем, и он уезжает. Несколько недель назад в интернете появилось интервью Михаила Панова, в котором он обвиняет Романа Герия и Саидала Коба в попытке вооруженного захвата предприятия. На вопрос, был ли на самом деле вооруженный захват, Панов ответил. Что касается вооруженного захвата, в официальных документах, когда обращались мы и сотрудники, пострадавшие в ходе вот этих всех разбирательств, нигде вопрос о вооруженном захвате не стоял. Я не видел оружия, и перед мной его не заявляли. Это было внесено мной в мой комментарий, для того, чтобы этому придать большую, скажем так, публичность, для того, чтобы вы все обратили внимание на это. Роман Герия даже после увольнения не оставил предприятие, так как, по его словам, чувствовал ответственность перед заказчиками. Помимо этого, он наладил еще одну линию производства, благодаря чему сотрудникам подняли заработную плату, которую им обещал выплачивать Панов. Вот почему поведение Михаила Панова многим непонятно. 20 тонн сырья пришло, 20 тонн готовой продукции мы выдавали. Все остальные, если не получилось, брак получился, это мои проблемы. Я платил деньги, я исполнительный директор, я за все отвечал. За имущество, за безопасность, за людей, за кого я набрал, кого я привел. За все отвечал я, за обучение людей, все я нес ответственность, все мы на блюдечке вот так ему преподнесли. Но когда он мне такое сказал, я говорю, Михаил Михайлович, эти люди, пять лет, это сам шестой год с нами работает. За это время единственное предприятие, где не украли ни литр солярки, ни литр бензина, ни молоток, ни один инструмент не пропал у нас. За что я должен их выгонять? Я говорю, знаете что вы, в конце концов, вы генеральный директор, пригласите двоих, кого вы считаете нужным, и скажите, что вы уволены. Он этого не сделал. На следующий день он пошел в банк, закрыл на меня все договора, все счета, уволил меня, пришел и мне в лицо говорит, ты уволен. За что же уволен Роман Герия? Зачем Михаил Панов требует увольнения всех местных сотрудников? Чем вызвано недоверие к нему? Почему Михаил Панов, призывая иностранных инвесторов не входить в Абхазию, все же хочет продолжить свой бизнес здесь, в нашей стране? На эти и многие другие вопросы журналисты так и не получили ответов на двухчасовой пресс-конференции. Со слов Михаила Панова, он не намерен вывозить бизнес, но при этом отметил, что если вопрос не будет решен в его пользу, то он готов продать предприятия государству, но с условием, что государство признает, что не в состоянии решить этот вопрос. Рината Шакай, Беслан Джинджоля, Леон Атлибах, Абхазское телевидение. Предприятие «Спейс Кавказ» министр экономики решил принять их всех вместе. В результате все участники встречи высказались за конструктивное решение ситуации и поддержали предложения от Гура Ардзенба по дальнейшим действиям в этом направлении. Мы не должны отстраняться от проблемных ситуаций. Необходимо в рамках имеющихся полномочий содействовать разрешению данной проблемы, тем более, что это касается инвестиционного климата Абхазии, отметил министр экономики Абхазии. 6 марта президент Республики Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении главы администрации города Питсунда Виталия Хутаба на основании личного заявления. Этим же указом, исполняющим обязанности главы администрации города Питсунда, назначен Нодаре Ваннаба. Сегодня новый руководитель будет представлен сотрудником администрации Питсунды. С указом главы государства, актив и депутатов собрания города Питсунда ознакомил заместитель руководителя администрации президента Адгур Лошба. Освободить Хутаба Виталия Матвеевича от должности главы администрации города Питсунда на основании личного заявления. И второй указ о назначить исполняющим обязанности главы администрации города Питсунда Ваннаба Нодаре Рауфовича. Как было отмечено, Виталий Хутаба освобожден от должности согласно поданному заявлению. Решение взвешенное и добровольное, подчеркнул бывший руководитель, обращаясь к коллективу, с которым проработал чуть более года. Что касается нового руководителя, то Нодаре Ваннаба родился и вырос в селе Лдза Гагарского района. После окончания второй Питсунской школы он поступил в Кабардино-Балкарский агромиллиоративный институт на специальность инженер-механик сельхозмашин и транспорта. Себя характеризовать не буду, все вы меня знаете. Живу я здесь неподалеку, село Лдза. Проблем много знаю в Питсунде, все они решаемые. Я надеюсь, что вместе с вами мы их решим. Во время Отечественной войны народа Абхазии Нодаре Ваннаба принимал активное участие во всех боевых действиях. После войны в разные годы работал в пансионате Самшитовая роща и на КПП ПСОУ. С 2003 по 2018 годы сотрудник 9 отдела Государственной службы охраны в звании полковник. Женат, отец троих детей. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Министерство по курортам и туризму Абхазии примет участие в 25-й международной выставке «Путешествия и туризм», которая пройдет с 13-15 марта в Москве, сообщил министр по курортам и туризму Республики Абхазии Автодилгарске. Московская международная выставка «Путешествия и туризм» входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира и высоко оценивается международным сообществом. На протяжении 20 лет эксперты отрасли признают выставку МИД главным событием туристической индустрии России, на котором ежегодно собираются лучшие представители туристического бизнеса всего мира. Абхазии был выделен павильон в 50 квадратных метров и стенд. По словам министра, планируется также провести ряд встреч, на которых будет обсуждаться туристический потенциал Абхазии. Помимо всего, Автодилгарске заявило о том, что в Абхазию планируется пригласить около 200 туроператоров из России и для их ознакомления с туристическим потенциалом республики. Главной целью является продвижение нашего национального туристического продукта. Мы имеем в этом плане абсолютно все. Наш национальный туристический продукт имеет завершенный портрет, завершенный образ, потому что у нас есть абсолютно все для того, чтобы люди к нам приезжали и отдыхали. Помимо гор, помимо озер и помимо моря, теплого моря, у нас есть. Это выглядит как ствол дерева. У нас есть и ствол дерева – это наши гостиницы, пансионаты, дома отдыха, а то кроны и ветки – это все наши экскурсионные объекты. В архиве Мирового института перевода Библии в столице Швеции Стокгольме найден перевод «Евангелие» от Йоанна на абхазском языке, выполненный потомком абхазских махаджиров в Турции Омаром Бейгуа. Об этом нам сообщил кандидат филологических наук, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба. Я думаю, что он переводил с турецкого, или же есть переводы для восточных народов. В предисловии пишут, что он видел, знал до него, которая вышла книга «Четверевангелие» и размеры, кто входил, но он о переводчиках конкретно не говорит, а говорит о том, что Дмитрий Гуля занимался. Значит, он видел эту книгу. Он начал переводить в 1977-1978 году, пользовался перевод арабским, но, мне кажется, этот перевод, который у нас с турецкого. Ну, тут он более где-то переводил свободно, позволял себе менять имена Пётра, например, как Ахра перевёл, или же другие имена сохранил, где возможно, и старался сделать его более абхазским. Мы сохраняем оригинал, и рядом будет на современном абхазском шрифте, не внося какие-либо поправки. В Москве объявлены лауреаты первой международной профессиональной музыкальной премии «Браво» в области классического искусства. По итогам конкурса народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава была удостоена награды за победу в номинации «Лучший классический женский вокал». В числе лауреатов премии также Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков и Теодор Курензис. Вручение наград состоялось в воскресенье в торжественной обстановке в Москве на исторической сцене Большого театра. Министерство образования Абхазии сообщает, что все абитуриенты, претендующие на квоты, выделенные правительством Российской Федерации для Республики Абхазия, обязаны сдать экзамен по государственному абхазскому языку. Экзамен по абхазскому языку для учащихся, поступающих в ВУЗы России через Россотрудничество, прошедшие регистрацию, будут проходить в Сухумской средней школе номер 4 во вторник, 13 марта. Начало экзамена для учащихся школ Гагарского, Учимчирского, Гудаутского, Откварчалского, Сухумского районов в 10 часов. Для учащихся школ города Сухум, включая очно-заочную школу, в 14 часов. Абитуриентам при себе необходимо иметь паспорт гражданина Республики Абхазии, справку из школы. И в завершении выпуска на погоде. По сообщению гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин